Здравствуйте, товарищи! Я хочу вам сегодня представить новую книгу, которую написали Клим Жуков, Александр Золотов из Нижнего Новгорода и я, Михаил Попов, которая называется «Пенсионная реформа и рабочее время». Она написана по итогам выступлений вот этих товарищей на самых разных ресурсах, прежде всего на сайте Дмитрия Юрьевича Пучкова, и Дмитрий Юрьевич Пучков написал к ней предисловие. Очень большие и интересные выступления около Нижегородского Кремля по этому поводу сделал Александр Владимирович Золотов, доктор экономических наук. Ну и книга эта анализирует, что произошло. Если говорить кратко, в чем содержание этой книги, здесь подсчитано, сколько часов в каких странах работают люди до пенсии. И выясняется, этот подсчет сделал доктор экономических наук Золотов, выясняется, что в России работники до пенсионной реформы гораздо больше вырабатывали часов с момента своего поступления на работу и до пенсии, чем в Германии и во Франции. То есть вся эта вот буча с пенсионной реформой была затеяна тогда, когда и так в России рабочее время превышало то время рабочее, которое до пенсии в часах вырабатывали работники в Германии и Франции, в таких-таки крупных странах. Поэтому, значит, так изображать, как пытались некоторые деятели, которые двигали эту пенсионную реформу, что, дескать, это потому, что мы очень мало работаем, и это совершенно неверно. Мы работаем больше, чем в других странах. А теперь мы намного больше работаем. То есть теперь каждому прибавили еще пять лет, пять лет переведите в часы, и эта вот выработка на каждого работника, она становится чрезмерной. Она приводит к преждевременной смерти, к старению и к всяким другим нежелательным вещам. Вроде того, что вот, дескать, мы сейчас сделаем материнский капитал, позаботимся о матерях. Ну, во-первых, такого. Мы знаем, что капитал этот поступает в банки, которые его используют до того, пока деньги попадут матерям. Они не скоро попадают, потому что эти деньги могут быть использованы или на жилье, а на жилье не купишь за такие деньги, которые дают. Нет таких квартир, которые можно купить на этот самый так называемый капитал. Или на оплату обучения в вузах. То есть из чего можно видеть, что и дальше планируется, что будет у нас платное обучение, вместо того, чтобы делать его бесплатным. Вот, а здесь, раз трудящихся заставили работать еще пять лет и не получать пенсию и мужчин, и женщин, то если считать, что у нас средняя пенсия 14 тысяч, а пять лет это пять лет по 12 месяцев, то есть 60 месяцев. А 60 месяцев умножить на 14, это будет 840 тысяч рублей. Забрали по 840 тысяч рублей у каждого человека, который еще не вступил в пенсионный возраст. Ну вот, скажем, те, кто вступили в пенсионный возраст, как я, у нас не забрали. Как раз забрали у молодого поколения, у всех тех, кто еще и только собирался еще или готовился к пенсии, а потом говорят, нет, нет, сейчас вы думали, со следующего года пойдете не о пенсии, нет, еще пять лет отработайте, пожалуйста. Ну и если у нас и так смертность была очень высокая, и 40% у нас вредные условия труда в нашей экономике, то это, конечно, приведет к ухудшению здоровья граждан, к повышению смертности, снижению дальнейшему рождаемостью, и никакими такими мелкими подачками, которые сейчас пытаются сделать, это не решишь. Мы это проанализировали, об этом все сказали. И сказали, что единственная дорога, к которой можно идти, если вы хотите увеличить пенсионный возраст, это дорога такая, сокращать рабочий день. Если вы его сократите до 6 часов, тогда можно и повысить. То есть и это решение того пенсионного конфликта, который сейчас есть. А сейчас этот настолько жестокий конфликт, что он, конечно, привел и к падению тех пешек, которые на важных шахматных местах стоят наверху. Но мы об этом и говорили. Вот я, например, могу просвестировать со страницы 68-й этой книжки, что я лично советую Дмитрию Анатольевичу подать в отставку. Это будет честно, хорошо и понятно. Самое время сейчас. Это было сказано 13 декабря прошлого года. Через месяц товарищ господин Медведев отправился в отставку. И справедливо он был отправлен в отставку, как бы эту фигуру сдвинули, хотя эту меру оставили. Теперь во время этой пенсионной реформы себя очень хорошо показали все партии. Например, значит, есть «Справедливая Россия», ее лидер Миронов. Он прямо выступал очень жестко, очень хорошо, красиво. Мне очень понравилось. А что «Справедливая Россия»? Там сколько депутатов? Там же десятки депутатов. И они могут каждый выдвинуть свой законопроект. В первом чтении про существо проходит конкурс законопроектов. В первом чтении в Думе предлагается этот проект, этот, этот. Ну, кто-нибудь выдвинул проект? Кто-нибудь из «Справедливой России» из депутатов написал проект? Или фракция вся в целом за какой проект выступала? Не за какой. То есть они никакой позитивной альтернативы тому проекту, который внес Медведев от лица правительства, они не дали. Так, давайте посмотрим ЛДПР. ЛДПР, если вы вспомните, ну просто жёг, просто напал, можно сказать, в Думу товарищ Жириновский. Говорил, вы тут живёте, вас кормили, поили это поколение, а вы что сделали, вы ему величили возраст и так далее. Ну, а он-то предложил какой-нибудь проект? Или кто-нибудь из ЛДПР предложил другой проект, который лучше, чем законопроект, который предложен был правительством? Нет. Хорошо. А вот КПРФ, которая почему-то называется коммунистическая, если вы коммунистическая фракция, из вашей фракции хоть кто-нибудь предложил хоть какой-нибудь проект в альтернативу правительству, вы зачем там сидите, получаете по 400 тысяч рублей? Вы почему не предложили ничего для того, чтобы противостояло бы проекту? Поэтому на самом деле при всех этих криках и той истерике, которая была вокруг этого, это всё концерт. Люди решали вопрос о будущей выборной кампании, чтобы за них народ проголосовал, поскольку они удивители выступали против. А вы, да ничего, своего не предложили. Единственное, кто предложил, это когда началось второе чтение, уже тогда вопрос закончен был. Все должны понимать, что если второе чтение, значит, за основу проект уже принят, тот, который выдвинул Медведев. На втором чтении выступил президент с поправками. Ну а могли быть и другие поправки, кстати, и никто с ними не выдвинул и не выступил. Поэтому можно сказать так, что Дума в лице буржуазных партий или мелкобуржуазных, как КПРФ, показала трогательное единство. Они по существу обеспечили проведение этой пенсионной реформы антинародной. И, конечно, как у всякого отрицательного результата, есть и какой-то положительный. И, наконец-то, народ поймет, что при капиталистическом строе жизнь у народа только становится все хуже и хуже. Значит, уже шестой год продолжается понижение реального содержания заработной платы. То есть, эти бумажки, которые выдают, они все меньше и меньше стоят. Инфляция продолжается и будет продолжаться. Продолжается ухудшение условий труда с помощью так называемой SOUT. Вот специальные оценки условий труда, когда просто пришли и теперь заказывают специализированным предприятиям, платят деньги работодателю, они говорят, что была вот вредная работа, теперь не вредная, была особо вредная, стала просто вредной и так далее. И идет вот такое вот движение. То есть, тот человек, который не мог понять из книжки, не читал, не изучал ни Ленина, ни Маркса, ни Энгельса, ни Сталина, он понял из жизни, что, так сказать, то, что собой представляет капитализм, это ухудшение жизни трудящихся, это антинародная система. И вся эта верхушка, все эти партии, это партии, которые служат классу капиталистов. Поэтому работники, рабочие, прежде всего, должны сами подумать о себе и думать о том, что можно делать. Значит, что можно делать в этой ситуации? Рабочим и трудящимся остальным остается только одна дорога. Либо они добьются сокращения рабочего дня, то есть, приведут рабочее время суммарное до пенсии, до такого уровня, который есть, по крайней мере, в европейских странах. Либо, хоть рабочий класс в России будет вымирать, как он и сейчас вымирает, и население России вымирает. Вот сколько уже, как начались 90-е годы, то появился так называемый крест этой буржуазной России. Либеральный крест. В чем он состоит? Раньше у нас было, значит, смертность вниз, а рождаемость вверх. А сейчас? А сейчас рождаемость вниз, а смертность вверх. Они встретились, и смертность превышает рождаемость. Вот теперь мы живем в таком обществе, где смертность превышает рождаемость, и количество населения России сокращается, сокращается, еще больше оно сокращается, чем, если посмотреть за счет рождаемости и смертности, потому что у нас есть механический еще какой-то прирост, который не покрывает все равно этого самого падения. Россия сокращается численно. Вот, так сказать, ситуация, в которой мы находимся, и выход, который авторы книги видят, и этот и был обоснован, что трудящиеся должны бороться за сокращение рабочего времени, и это они могут сделать без всякой думы, потому что сам законы современной буржуатной России, трудовой коис позволяет выставлять требования на каждом предприятии и переходить к забастовкам для выполнения этих требований. И во время забастовок сам забастовочный комитет устанавливает, как проходится забастовка. Мы рекомендуем забастовку делать такую, чтобы один час или два часа, не более, в день не работать, остальные часы работать, получать зарплату, тогда можно сколько угодно длительное время бастовать. Все издельщики, они за шесть часов спокойно выполнят работу, которую делают за восемь часов, а что касается повременщиков, ну, нужно будет им помочь общей борьбой, чтобы их зарплаты были повышены. Все трудящиеся должны запомнить, никогда капиталисты по своей инициативе не повышают зарплату. Всегда это достигается только профсоюзной и борьбой рабочего класса и других трудящихся. Поэтому только борьбой за повышение уровня реального содержания зарплаты и сокращением рабочего времени только вот забастовочной борьбой за эти вот требования можно в какой-то мере компенсировать тот удар, который буржуазия нанесла по всему трудящемуся населению России. И это вот историческая задача, которая стоит перед нашим рабочим классом и которую рабочий класс должен решить, а не идти на поводу буржуазии и не заниматься тем, что он работает без оформления или работает сверхурочно. Надо запомнить, что каждый рабочий, который работает сверхурочно, он увольняет своих товарищей. Два рабочих, которые поработали по четыре часа сверхурочно, уволили третьего. И не надо говорить, что увольняет буржуазия. Значит, есть помощники этой буржуазии. Вот те, кто работает сверхурочно, помощники буржуазии в деле уничтожения нашего рабочего класса. И вас же и уволят. Потому что кто-то поработает больше сверхурочно, и вы будете не нужны, и вас уберут. И то же самое это касается и сокращения рабочего времени. Если рабочее время будет сокращаться в меру роста производительности труда, то, соответственно, все работники на месте нужны. А если рабочее время не будет сокращаться, ну, значит, тогда будут увольнять рабочих. По мере роста производительности труда просто будут не сокращать рабочее время капиталистов, а увольнять одного за другим, что и происходит. Вот об этом идет речь в этой книге. Книгу можно заказать. Она в издательстве «Питер». Тираж у нее 3000. Но тираж предполагает, что если будет больше заказов, напечатают еще. И чтобы ее заказать, надо обратиться или на сайт www.piter.com или на электронную почту books.sobaka.piter.com или по телефону 812-703-73-74. И можно ее заказать. То есть в любом месте в нашей России и в Белоруссии можно спокойно заказать и получить ее книгопочтой. Если вы зайдете в буквоет и в интернет-магазины книжные, и там можно заказать. То есть можно заказать в магазине «Опершоп», который держит тупичок гоблина. Поэтому, пожалуйста, товарищи, изучайте, действуйте, и только коллективными действиями, решительными действиями рабочего класса, трудящихся под руководством рабочего класса и его партии можно улучшить жизнь. Другого пути нет. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok